Добрый день, уважаемые соотечественники! Я продолжаю отвечать на ваши вопросы. Юрий Славянска спрашивает, Николай Янович, кому выгодно деиндустриализация Украины, какие перспективы развития аграрной Украины? Уважаемый Юрий, недавно я просматривал украинские каналы, и у меня попалась такая гидка, выпущенная каким-то пропагандистским ведомством Украины относительно лучших предприятий Украины. И я с удивлением для себя обнаружил, что на первом месте среди самых лучших заводов и предприятий Украины разместился Львовский электрон. А вы что-нибудь слышали вообще о том, что Львовский электрон производит, экспортирует, и вот за что, и почему, и какие объемы у него, у этого завода? Может ли этот завод? Хороший завод был в свое время, конечно, не сейчас. Хороший был завод и, так сказать, имел традиции, но сейчас его даже рядом поставить нельзя, ни с одним из крупных предприятий, которые, во-первых, у нас были, но в Украине, разумеется, с теми, которые существуют в Европе. Про вторые и третьи места я даже говорить не хочу. То есть вот в этой десятке крупнейших предприятий, о которых ведется рассказ в этом ролике, в этом фильме, например, отсутствует такой завод, как Турбоатом. Вот Харьковский завод, крупнейшая наша, гордость наша, отсутствует. А почему отсутствует? Да потому что находится, так сказать, в банкротстве, по сути дела, и находится в кризисном состоянии. В этой десятке почему-то есть Антонов, но Антонов, как известно, вообще ликвидирован киевским режимом. И за все почти четыре года уже правления киевского режима сумел выкатить всего один самолет из своих ангаров. Все его сейчас рекламируемые разработки пока еще вот на листе бумаги находятся, и не больше. Их нет в металле. О чем говорить? Нет, например, среди этого перечня такого крупнейшего нашего предприятия, как «Заря» Машпроект, например. Ну и так далее. То есть вот я с удивлением обнаружил, что еще вот пять лет назад наши гиганты, это был один перечень, и сейчас то, чем Украина или киевский режим хочет похвастаться, это совсем другой перечень. небо и земля. То есть произошла действительно деиндустриализация. Наши флагманы промышленные остановились. Причем, как ни странно, но пропагандисты киевского режима говорят, ну и хорошо, что совковые предприятия остановились. Тот, кто это говорит, тот не понимает вообще, о чем он говорит. Теперь вы спрашиваете перспективы развития аграрной Украины. Ну что я могу сказать? Конечно, мы все делали, наше правительство в частности делало для развития аграрного комплекса Украины. Но мы развивали этот аграрный комплекс системно, вместе с промышленным комплексом, вместе с энергетическим комплексом, вместе с транспортным комплексом. Потому что для чисто аграрной страны Украина слишком велика, слишком великое население, слишком серьезная образовательная база создана в Украине, научно-технологическая база. Скажите сами, что если Украина превратится в чисто аграрную страну, а к этому, так сказать, ведут эти деятели, то что будет делать наука? Что будут делать технологические проектные институты? Вот та вся махина, которая досталась нам в наследство Советского Союза, и худо-бедно мы ее сохраняли. Ну а для страны, аграрная страна, это просто падение и отсталость, культивируемая на столетия вперед. Это страшное решение. И те, кто думает о будущем страны, должны серьезно сопротивляться реализации этой варварской абсолютной идеи. Это Украина пошла назад. Да, но мы, вот, наши правители, 65 миллионов тонн зерна. Ну, выйдем на 70, на 75 миллионов тонн зерна, например. Но при этом у нас животноводческий комплекс разваливается. По голове крупного рогатого скота сократилось до 3,5 миллионов голов. И это мы говорим о, значит, великой державе аграрной. Какая же это великая держава, если у нас нет своего животноводческого комплекса. Ну, по птице, да, есть какое-то определенное движение вперед. Но у нас потребление мяса скатилось, я недавно делал такие подсчеты, до 23-25 килограмм красного мяса, я имею в виду, на человека в год. А ну-ка поделите эти 23 килограмма на 365 дней. А что в нашей колбасе? Много красного мяса? Поэтому это серьезнейшие проблемы. Потому что полноценное питание – это залог здоровья нации. И вот те нацисты, которые орут на площадях славы Украины, они об этом как раз не думают. Поэтому тот курс экономический, который проводится Гройсманом, Порошенко и тому подобными, ведет Украину к деградации. Это надо четко и осознанно понимать.